С 4 февраля все желающие могут прикоснуться к Dying Light 2, продолжению популярного экшена про зомби от студии Techland. Разработчики обещали необычайно навороченный паркур, вариативный сюжет и залипательный геймплей, но что получилось на деле? Мы прошли игру на PlayStation 5 и протестировали её на разных ПК и спешим поделиться впечатлениями. Поэтому устраивайся поудобнее и приятного просмотра! ДИНЕГЛАЙД Оригинальная Dying Light была необычной игрой. Казалось бы, она сочетала множество механик, которые геймеры обычно закидывают помидорами. Вышки, аванпосты, курьерские задания и даже босс-файты с примитивным QTE – всё это уже не первый год считается чем-то неприличным. Однако в Dying Light хватало фишек, которые сделали её сверхпопулярной. В Steam 95% отзывов положительные, а тираж превысил 16 миллионов копий. Так чем же творение Techland так полюбилось геймерам? Паркуром, который позволял ловко карабкаться по заданиям и эффектно избивать зомби. Сменой времени суток, когда днём герой чувствовал себя вальяжно, а ночью трясся от страха при виде прыгунов. В конце концов, атмосферным и красивым городом, исследовать который было увлекательно. А ещё разработчики показали, как нужно поддерживать игры. Обновление для Dying Light выходит даже спустя 7 лет после релиза, а The Following называет одними из самых крутых DLC всех времён. Впрочем, как бы усердно разработчики не развивали оригинальную игру, а фанаты требовали продолжения. Вторую часть анонсировали летом 2018 года. Тогда на сцену вышел автор классических Fallout Крис Авеллон и повидал, что работа идёт полным ходом, а за историю, благодаря его участию, можно не переживать. Увы, вместо скорого выхода фанаты получили уйму переносов и отсутствие новостей. Более того, скандалов вокруг разработки было так много, что некоторые геймеры подумали, что ждать игру уже и не стоит. После обвинений в домогательстве Авеллона выгнали из команды, а все его наработки отправились на свалку. Сотрудники называли руководителя студии Дираном и Токсичным Человеком. Ведучие разработчики с ужасом бежали из Текленд. Неудивительно, что после серии скандалов фанаты боялись, не повторит ли проект судьбу многострадальной Cyberpunk 2077. К счастью, нет. Dying Light 2 вряд ли станет лучшей игрой года, но провести в ней 30 часов было очень весело. Впрочем, без огрехов тоже не обошлось. С финала первой части прошло больше 20 лет. Благодаря вакцине людям удалось совладать с заразой в Харане. Однако на свете полно подлецов и безумцев, которые вновь поставили человечество на грань вымирания. Ученые из всемирной гуманитарной миссии зачем-то колдовали над вирусом и пытались взять его под контроль. Но потерпели фиаско. Зараза вновь вырвалась на волю и убила 98% населения. Главным героем Dying Light 2 стал Эйден. Его прошлое незавидно. Родителей он не помнит, а детство провел в исследовательском центре в ВГМ, где над ним и другими юнцами проводили жуткие эксперименты. Единственной его радостью была сестра Мия, с которой они всегда держались вместе и строили планы побега. Вот только все разрушил пожар, Эйдена успели вытащить из лаборатории, а вот что случилось с Мией неизвестно. Много лет спустя герой стал Пилигримом. Это отшельники, которые вместо того, чтобы жить в поселении, путешествуют по миру и доставляют ценные вещи. Для кого-то из Пилигримов путешествие – смысл жизни, однако Эйден просто надеется встретить на одной из множества дорог сестру. Однажды зацепка о ее судьбе приводит героя в последний крупный город – Виледор. Город делят несколько фракций. Миротворцы – это солдаты, которые ставят во главу угла дисциплину. По их мнению, человечество может выжить лишь, если руководить им железной рукой. Выжившие же, наоборот, верят в идеалы свободы. Их иерархия не такая строгая, а большую часть времени они проводят в огородах. Есть еще и ренегаты – это совсем уж отмороженные ребята с загадочными мотивами и жестокими деяниями. В их ряды затесался злодей, который когда-то давно мучил Эйдена в лаборатории и теперь строит коварные замыслы. Быть может, он знает что-то о Мии. Эйдену предстоит выбрать между миротворцами и выжившими, познакомиться со множеством любопытных персонажей, а также пережить ужасные трагедии и предательства. В общем, просто не будет. Пусть наработки Авелона выпилили, из игры сюжет все равно получился годным. Нередко герои неоднозначны и любят удивлять. Добряк легко может заманить Эйдена в ловушку, а последний отморозок протянуть руку помощи. Сюжетные задания зачастую хорошо поставлены и изобилуют драматичными эпизодами с неплохими твистами. Некоторые загадки умело интригуют. В первой части Dying Light такого сценария и близко не было. Конечно, внимательный игрок быстро вычислить негодяя, который стравливает фракции, догадается, что скрывает главный злодей и почувствует, что сюжет не раз перекраивали, сшивая некоторые эпизоды белыми нитками. Впрочем, все это не мешает получать от истории удовольствие. Во многом это заслуга отличной актерской игры и годных диалогов. Персонажи ведут себя убедительно, скрывают огромное количество тайн и охотно бронятся. К тому же важные роли исполняют именитые актеры, вроде Давида Белля и Розарио Доусон. Первый является основателем мирового паркур-движения и звездой фильма «Тринадцатый район». Ну а вторая не раз спасала сорвиголову в одноименном сериале от Marvel. Любопытно, что охватить весь сюжет за одно прохождение не выйдет. Разработчики не бросали слов на ветер, когда обещали серьезную вариативность. Во время презентации Techland не раз говорила, что решение геймера всерьез повлияет на ход истории и будут менять весь город. В целом все так и есть, но с оговорками. Город действительно трансформируется по ходу прохождения, однако ждать чего-то грандиозного не стоит. В каждом районе есть ключевые объекты, вроде энергостанций или водонапорных башен. Иногда по сюжету, но чаще при желании их можно захватить, разобравшись с незамысловатой головоломкой. Тогда Эйдену предстоит сделать выбор и передать объект одной из фракций. Фишка в том, что каждая группировка обещает фирменные улучшения. Выжившие установят на своих территориях больше подушек для приземления, тросов для быстрого перемещения и выпустят патрули, которые будут воскрешать героя в случае серьезных ранений. Миротворцы же заминируют некоторые тачки, установят отгоняющие зараженных лампы и так далее. Это есть те самые изменения, которыми хвастались разработчики. Как видишь, не густо. А вот сюжет и правда получился вариативным. Эйдену предстоит неоднократно выбирать сторону, выстраивать отношения с союзниками и злодеями, решать моральные дилеммы и много чего еще. Все это повлияет на историю и приведет к одной из восьми концовок. Фундамент сюжета остается неизменным, но впечатляющих развилок хватает. К примеру, если ты будешь проходить Dying Light 2 только за выживших и всегда будешь выбирать путь прощения, то точно пропустишь другие сюжетные и интересные задания за сторону миротворцев. Это точно добавляет игре неплохие шансы на твое повторное прохождение. У многих побочных заданий тоже бывают разные концовки. К примеру, однажды в больницу миротворцев привезут раненого персонажа, к незавидной судьбе которого причастен герой. Он славный мужик, но если придет в себя, поведает с союзником о злодеяниях Эйдена, позволить случаю решить его судьбу, найти лекарство и исцелить, или же наоборот подсунуть отраву. Этот выбор не влияет на глобальный сюжет, но сама дилемма заставляет задуматься. Вариативность в Dying Light 2 получилась впечатляющей. Кто доживет до финала? Какая фракция придет к власти? Останется ли Велидор стоять? Все это зависит только от твоих решений. По началу Dying Light 2 может шокировать незнакомого с первой частью игрока. Как и в оригинале, карта забита метками, которые скрывают активности разного качества. Испытания, которые проверяют навыки паркура. Вышки, ожидающие ловкого смельчака, готового забраться на самый верх и взять их под свой контроль. Переполненные бандитами аванпосты, бесчисленные случайные события, где угодившие в беду люди просят о помощи, а злодеи творят беспредел. Авторы даже придумали гильдию курьеров, которая позволит вдоволь насладиться беготнёй из точки А в точку Б. К тому же у каждого врага поручение, оружие или шмотки есть уровень. Стоит залететь в область, по которой бродят высокоуровневые мобы, как герой быстро отправится к праотцам. Так неужто Dying Light 2 типичная гринделка в духе Far Cry или Assassin's Creed? И да, и нет. Дело в том, что авторы придумали отличную сюжетку на 20 часов, с постановкой, драмой и зрелищными эпизодами, которая на голову превосходит истории Far Cry 6 и Assassin's Creed Valhalla. Если не игнорировать контейнеры с важными для прокачки ингибиторами, которые разбросаны на местах основных заданий, по вышкам и аванпостам, бродить будет не обязательно. При желании к Dying Light 2 можно отнестись как отличный сюжет на игре и даже не вспоминать о гринде. Впрочем, иногда разработчики всё же балуются недостойными приёмами. К примеру, персонажи трижды просили ждать их звонка и чем-то занять себя, пока сюжет не соизволит продолжиться. Конечно, можно просто поспать, промотав время, но сам намёк на дополнительные активности неприятен. Плюс основные задания порой искусственно растянуты. Иногда авторы внуждают героя бегать с места на место, бессмысленно карабкаться на высоченные строения, искать пять лечебных растений или раз за разом выполнять однотипные действия. Подобное безобразие происходит редко и быстро сменяется увлекательными занятиями, но осадок остаётся. А вот геймеры, которые жаждут открыть все способности и любят носиться по точкам интереса, действительно почувствуют себя ассасином. К счастью любопытных сайтов, Dying Light 2 в разы больше, и даже, казалось бы, банальные задания могут удивить твистами. Если решишь исследовать каждый уголок Вилли Дора, захватить все аванпосты и карабкаться по вышкам, прохождение и правда займёт сотни часов. Чтобы пройти сюжетку, тратить много времени на прокачку героя не придётся. Если однажды в бою придётся туго, всегда можно использовать стимуляторы и раскидать врагов, как кегли. На базовом уровне боёвка работает неплохо. Улицы переполнены врагами, среди которых как зомби, так и бандиты. Все они реагируют на попадание. Точный удар клинком способен отсечь оппоненту конечность. В этом случае люди будут отчаянно стекать кровью, а зомби попытаются из последних сил доползти до Эйдена и покусать его. К тому же врагов много. Днём выше вероятность нарваться на опасных бандитов, которые будут окружать Эйдена, бросаться камнями и пытаться набить морду. Зомби в это время ведут себя вяло и не способны дать достойный отпор, разве что рядом с ними не бродят громилы и другие сильные твари. А вот ночью улицы переполняют злобные монстры, которые с радостью отведают плоть героя. К примеру, из логова выходят крикуны. Если они заметят паркутщика и успеют издать дикий визг, готовься рвать когти. За Эйденом сбегутся монстры со всего района. Скрыться будет непросто. При этом, если привести преследующую толпу в лагерь бандитов, между людьми и зомби завяжется драка. Лучшего момента удрать к спасительным ультрафиолетовым лампам и не придумаешь. Паркур тоже работает отлично. Это заслуга множества реалистичных анимаций, которые считывались Давида Белля и его друзей, и геймдизайн. В Велидоре трудно оказаться в тупике. Повсюду мостики, фонари, зацепы, подушки и прочие. Они помогают войти в состояние потока и нестись без остановки. В целом, драться, прыгать и карабкаться в Dying Light 2 прикольно, однако уже на втором часу геймплея вскрывается серьезная проблема. Дело в том, что в начале игры Эйден мало что умеет. При этом выносливость столь низка, что озадачить могут даже простенькие препятствия и слабые враги. На старте герой владеет слабым и сильным ударами, парированием, уклонением и пинком. Плюс можно убивать врагов по стелсу, тестировать разное оружие от дубин до луков, поднимать копья, бутылки и швырять их, метать ножи и коктейли молотова. Или прыгать на зомби, избивая их ногами. В общем, обширным мувсет не назовешь. Из-за этого, как бы красиво не разлетались конечности противников, и каким бы пригодным для паркура не казался город, бегать и драться надоедает. Однако стоит прокачать героя, как игра преображается. Теперь Эйден может носиться по стенам, сильно лупить по земле в прыжке, чтобы негодяи разлетались по сторонам, сталкивать их головами, наносить круговую атаку и много чего еще. К тому же по сюжету герои дают полезные инструменты, вроде крюка и параплана, которые здорово оживляют геймплей. Понятно, что персонаж должен развиваться постоянно. Да и в первой части Крейн поначалу был чистым листом, однако лучше бы мувсет был обширнее с самого начала. Это точно пошло бы Dying Light 2 на пользу. А ведь прокачать персонажа не так-то и просто. Первым делом нужно найти ингибиторы, которые повысят здоровье и выносливость героя. Это откроет доступ к новым перкам. Ингибиторы встречаются на сюжетных заданиях, да и по городу они разбросаны обильно. Если ценная вещица окажется в радиусе 50 метров от героя, он об этом тут же узнает. Впрочем, самые богатые на ингибиторы места – темные зоны. В нем там бродят толпы опасных зараженных, включая смертоносных прыгунов. Связываться с ними не стоит даже прокачанному герою, нам удалось завалить здоровяков лишь под парочкой стимуляторов. Однако, если дождаться ночи, прыгуны покинут логово, и это идеальное время, чтобы залететь в темную зону и забрать сразу 4 ингибитора. Помимо расходников, потребуются еще и очки навыков, на которые открываются перки для паркура и боев. Система прокачки в Dying Light 2 гибридная. Очки дают как за прыжки и размахивание дубиной, так и за выполненные квесты. Еще одна важная геймплейная механика – заражение героя. Эйден Борин и постепенно превращается в монстра. Днем об этом можно забыть, но в темноте на экране появляется таймер. Как только время истечет, персонаж погибнет. Казалось бы, предвещающие смерть тикающие часики должны напрягать, но на деле это не работает. С помощью грибов и стимуляторов время всегда можно продлить, да и спасительные ультрафиолетовые лампы раскиданы по городу и помещениям обильно. Еще разработчики говорили, что заражение будет делать Эйдена сильнее, но это чисто сюжетная фича. Герой звереет и разносит все на пути лишь по воле сценариста. Идея позволяет провернуть немало драматичных сцен, но на геймплей особо не влияет. Для многих геймеров кооператив стал главной фишкой первой части. Вероятно, сиквел тоже будут покупать ради совместного прохождения. Увы, оценить баланс и стабильность серверов в рамках пресс-версии не вышло. Доступно было лишь одиночное прохождение. Но после выхода игры мы обязательно дополним наш текстовый материал, который доступен по ссылке в описании, поэтому обязательно заходи после 4 февраля, там будет вся подробная информация. Впрочем, разработчики не раз говорили, по каким правилам будет работать кооператив. Всю игру, не считая обучающего пролога, можно пройти в компании до 4-х человек. При этом после завершения сессии все участники сохранят опыт и найденные предметы, а вот сюжетный прогресс сохранится лишь у хоста. Визуал Dying Light 2 не назвать некстгенным, но в целом картинка приятная. Быть может, во время бега на экране слишком много мыла, но в остальном претензий к графике нет. Местность нередко балует впечатляющими видами. Система освещения отлично работает на атмосферу. У города классная архитектура, лицевая анимация реализована на 5 баллов. Стоит отметить, что сказанное справедливо для PlayStation 5. А вот на ПК могут быть проблемы. Если верить системным требованиям, то Dying Light 2 должна достойно работать на компьютере с видеокартой GTX 1050 Ti, 8 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Core i3-9100. Однако тест на устройстве с GTX 1650 Ti, 16 ГБ оперативной памяти и AMD Ryzen 5 3550 неприятно удивил. На низких настройках Full HD, и количество кадров в секунду не превышало 25. Играть, конечно, можно, но удовольствие сомнительное. Также мы запустили игру на ПК с GTX 1070, те же 16 ГБ оперативки и процессором Intel i7-7700. Такая конфигурация позволяет включить высокие настройки и получить 60 кадров в секунду Full HD. А вот с версией для PlayStation 4 произошел конфуз. Мы пробовали запустить ее на двух консолях прошлого поколения, но так и не смогли. Игра прекрасно скачалась и запустилась, но в главном меню поведала о своей недоступности. Если говорить о багах, то на PlayStation 5 и ПК их хватает. Однако прохождение они не портят. NPC застревает в текстурах. Враги порой проваливаются под землю. Персонажи ходят друг сквозь друга. Наблюдать за этим досадно, но в остальном игра отлично работает. Пожалуй, самым раздражающим багом стала пропадающая русская озвучка, когда герои лишь разевали рты, но не издавали ни звука. Впрочем, во второй половине игры подобное не встречалось. Быть может, дело в подоспевших патчах, которые пофиксили проблему. Dying Light 2 можно критиковать за вышки, аванпосты и скудный мувсет в начале игры. Однако достоинств в творении Techland куда больше. Впечатляющая вариативность со множеством концовок, запоминающиеся персонажи, неплохая боевка, система с кровищей и расчлененкой, напряженные ночные забеги, навороченный паркур. Все это делает новинку примечательным проектом, который не стоит обделять вниманием. Если переживал, что Dying Light 2 окажется забагованной и невнятной игрой, можешь выдохнуть. Новинка не лишена проблем, но сюжет, паркур и боевка получились слишком любопытными, чтобы ее пропускать. А уж если тебе нравится оригинальная первая часть, сиквел точно придется по душе. Остается лишь пригласить тебя в комментарии, где ты сможешь поделиться своими ожиданиями, первыми впечатлениями или просто мыслями от увиденного и услышанного в видео. А если есть желание поддержать канал, тогда смело ставь лайк, жми на кнопку подписки и кликай по колокольчику, чтобы не пропустить другие видео. А на этом пока все. Удачного выживания в Велидоре и до новых встреч на Виджетаймс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова